Только 60% граждан, которые стоят на улике у инспекции по податках и сборах Ленинского района Гродно, разрешились с державой за володание нерухомостью и землей. Нагадай именно 15-го листопада, а пошний день уплаты майомосных податков. Прикладная такая же статистика по всей Гродинской области. Гэты факт специалисты связываются не с нежаданием граждан различиться с державой, а с тем, что плательщики откладывают оплату до пошнего дня. Каля 150 тысяч жахаров Гродинской области повинны различиться по майомосных податках за 2020 год. Агульная сумма складе больше за 10 миллионов рублей. У гэты млеку каля 35 тысяч податкоплательщиков областного центра унесутся бюджет каля 3,5 миллионов рублей. Нагадай майомосный податок повинны оплатить физичные особы, которые владеют, мают во властности альбо корыстанне жилые домы, гаражи, дачи, а так само земельные участки в тем, как у арендные. Для пенсионеров-инвалидов первой и другой группы многодетных грамадян, которые проживают и работают в сельской мясовости, и снуюсь льготы. Усе остальные мают максимум различиться с державой тягом сегодняшнего дня. По сродках ЕРИП и праз-интернет-банкинг гэты можно зарабить до 24 годин. Сумма платежей, подлежащих к уплате, можно увидеть в платежной системе ЕРИП. Для просмотра суммы налога платежчику необходимо ввести свой учетный номер. Если по каким-либо причинам не получили извещение или потеряли его, обратитесь в налоговый орган по месту нахождения соответствующего объекта налогообложения. Напоминаем, что за несвоевременную плату налогов предусмотрена административная ответственность, а также начисляются пенни. В связи с этим инспекция рекомендует гражданам исполнить свой гражданский долг и уплатить налоги своевременно. Додадим суммы податков, что поступают в бюджет, и дозволяют державы забеспечивать своечасовое финансование выдатков на медицинскую галину, утрывание детячих, дошкольных установов и инших адукационных баз, доброго порадкования населенных пунктов.